годы любовников и бокалы вина не нужно считать говорили римляне засадившие виноградниками все средиземноморье вообще европейской любви к вину примерно три тысячи лет и все это время вино было социально одобренным напитком номер один более того это одно из самых старых лекарств на земле древних врачей интересовали прежде всего антисептические свойства вина и уже после польза для таких приземленных вещей как пищеварение или упадок сил что точно всегда признавалась античными скулапами так это польза вина в повышении настроения а также то что настроение это неизменно становится философским древние считали вино лучшим способом заглянуть внутрь своей души также обсудить важные общественные темы но это совсем не значит что в отношении вина не предписывалось соблюдать норму уже тогда вот например греки показавшие класс обращения с виноградом и вином еще раньше римлян просто и доходчиво говорили много вина мало ума и современная наука это утверждение греков полностью поддерживает вот мы и добрались до главной идеи нашего курса разобраться на основе новейших научных исследований и экспериментов в теме влияние вина на здоровье и настроение современного человека действительно ли вино полезно особенно сравнении с другими алкогольными напитками или полезны только отдельные его компоненты а другие совсем нет какой типин влияет больше на наши сосуды и обмен веществ а какой действительно справляется современным стрессовым типом жизни как быть если вы придерживаетесь диеты и следите за фигурой и вообще всячески культивируйте в себе навыки здорового образа жизни вписывается ли в эту модель питания вино а спорт а фитнес а любимая йога которая сама по себе должна быть релаксантом а занятие любовью и конечно же вишенка на торте наших волнений наша внешность как как вино влияет на наш внешний вид портит ли она кожу также как может быть никотин или может быть наоборот способствует ее тонусу мы не тешим себя мыслью что можем дать полные ответы на все эти вопросы хотя бы потому что четкого ответа на них не имеет и современная наука есть ряд медицинских и диетологических гипотез и теорий говорящих о практической пользы целых групп винных компонентов и есть многолетние исследования и практические эксперименты показывающие и доказывающие пользу четко обозначенных количеств вина в конце концов есть жизненный опыт ряда стран в которых вино и виноградники это неотъемлемая часть жизни культуры гастрономии экономики и пейзажа франция италия испания португалия греция в этих странах вино это компонент обедов и ужинов но при этом вино не мешает этим обществом показывать высокий уровень стандартов жизни и демонстрировать самую высокую продолжительность жизни на европейском континенте вино и долголетие это еще одна большая отдельная тема подкрепленная многолетними исследованиями и практическим опытом французов итальянцев и испанцев мы поговорим об этом обложившись фактами цифрами статистикой и отдельными рекомендациями для вас конечно вино это универсальный коммуникатор с этим трудно спорить и легко это проверить на себе вино украшает наши с вами дружеские разговоры и результат их иногда бывает очень интересным контрин денёв в одном из интервью как-то сказала о любви я могу говорить только с депардия один раз депардия мы целую неделю говорили о любви том смысле что обсуждали тему любви вообще в процессе чуть не выпили все его запасы вина но тему так и не закрыли но для того чтобы вино было продуктом культуры и украшением мы четко должны представлять себе безопасное количество выпитого возможно это удивит вас но современная медицина имеет на этот счет абсолютно четкое мнение определены единицы чистого спирта и миллилитры вина которые медицинской наукой считаются допустимыми и безопасными вы сможете сравнивать эти нормы с количеством вина которые обычно потребляете вы а также частоту потребления вина как стоит пить вино регулярно время от времени только по праздникам по большим праздникам здесь на ум приходит только одна остроумная шутка некоторые утверждают что вино нужно пить меньше некоторые что пить нужно больше но и те и другие сходятся во мнении что пить нужно а действительно что из этого по-настоящему нужно и вот это уже вполне серьезный вопрос на который вместе с наукой и с необходимой долей ответственности мы попытаемся ответить в этом курсе а